Добрый вечер! Сегодня пятница, 26 февраля. Альфа-Новости готовы рассказать о самых заметных событиях этого дня. В студии для вас работают Анна Краснобаева, Александр Чернобаев. И главное сегодня. Добрый вечер! Громили спортсмены лиги Муай-Тай. Об этом нам стало известно из достоверных источников. Полиция уже задержала подозреваемых. Напомню, 2 января неизвестные в масках разгромили 4 пивные торговые точки. Пострадало оборудование. Продавцов злоумышленники не трогали, деньги не забирали. Полицейские изучили записи видеокамер наблюдения, установили личности с преступников и задержали пятерых хулиганов. В течение трех часов пятеро участников нападений задержаны в различных районах Благовещенска. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Во время обысков полицейские изъяли предметы, которыми предположительно задержанные повреждали имущество владельцев торговых точек. Это биты, металлические пруты, а также маски. Все это находилось в квартирах, гаражах и автомобилях, принадлежащих подозреваемым. Расследование уголовного дела продолжается. По нашей информации погром совершили спортсмены школы лиги Муай-Тай. Тренер чемпион мира по Муай-Тай Евгений Ганин рассказал, что сама лига к этому отношения не имеет. По его данным в налетах подозревают двоих спортсменов, занимающихся в зале Евгения. Остальные воспитанники других секций. Все боксеры совершеннолетние. Президент Благовещенской лиги Муай-Тай Александр Бурдуков считает, что его спортсмены не могли быть причастны к этому преступлению. И считает, что боксеров специально пытаются дискредитировать перед предстоящим чемпионатом мира. Тем временем подозреваемые сотрудничают со следствием. Рассказывают о том, как все происходило. За умышленное уничтожение и повреждение имущества им грозит до пяти лет лишения свободы. Восьмиклассницу, пропавшую в поселке Магдагачино, шли в Приморском крае. Оказалось, девочка уехала туда, к знакомому молодому человеку. Катя Юрчук пропала рано утром, 24 февраля. Родители обратились в полицию. В поисках участвовал весь личный состав местного отдела, жители поселка и волонтеры. На следующий день стало известно, что Катя могла уехать к знакомому, с которым активно переписывалась в интернете. Его фамилия и имя были написаны на обложке для тетради. На это и обратил внимание следователь. Школьницу задержали в селе Авдеевка Приморского края. Девочку поместили в социальный реабилитационный центр. Родители уже купили Екатерине обратный билет домой. Жители Благовещенского микрорайона Европейский 16 часов жили без электричества. Свет в домах отключили вечером, в четверг. И до обеда сегодняшнего дня устранять аварию никто не брался. Оказалось, подстанция находится в собственности застройщика. И заниматься ремонтом без его ведома муниципальные службы не могут. Подробности расскажет Антон Сильвони. Включаю пульт, лампочка загорается. Но он не включается. Света нет. Конец света в Европейском наступил в четверг в полдесятого вечера. Тока не было более чем в четырехстах квартирах микрорайона. Это пять домов. Из-за остановки насосов прекратилась подача горячей воды в дома. Не работала и канализация. Нет электричества, соответственно, нет горячей воды. А у нас в районе магазина находится перекачная станция, которая перекачивает канализацию. Ну, естественно, она уже станет колом. И ЦС, и ДДК, и все аварийные службы, они отказались оказать нам какую-либо помощь. Также мы позвонили в прокуратуру всех уровней и рангов. Ну, вот ждем. Местные рассказывают, вечером видели вспышку на одном из столбов через дорогу от микрорайона. По их словам, именно эта линия питает европейское электричество. Вот это наш точно. И вот второй идет. Вот он второй. Ну, второй вот целый, да, а вот этот, как бы, он поврежден. Вчера две вспышки было какие-то. Прям сильные искры были. То, что именно авария на этой опоре и привела к отключению тока, подтвердил и застройщик. Компания «Городок» обратилась в АКС с просьбой обследовать линии с помощью лаборатории, чтобы выявить и устранить неполадки. Спустя 14 часов после отключения электричества в районной диспетчерской службе сообщили, что устранять аварию уже начали. Здравствуйте еще раз. Микрорайон Европейский. Там что у нас по электричеству? Работы ведутся. Ведутся, да? Да, да. А, ну сказали, что... Снимается компания застройщика ремонтными работами. Ну, вот как? Как? Я не знаю, тут, по-моему, вообще без комментариев. Если мы находимся на месте аварии, да, и нам сейчас говорят о том, что проводятся работы... Чуть позже ремонтную лабораторию увидели не на линии, а в одном из дворов Европейского. Заверив, что свет появится через 30-40 минут, работники аварийки уехали. В итоге ДРСК пустил ток по резервному кабелю. Спустя два часа электричество в Европейском появилось. Люди просидели без света и горячей воды 16 часов. Антон Сельвоник, Василий Пронькин, Альфа Новости. Благовещенский Хабаров свяжет прямой авиаперелет. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аврора». Полеты начнутся уже с 28 марта. Самолет вмещает 70 пассажиров. Вылет из Хабаровска запланирован в 19.30 по местному времени. Прилет в Благовещенск в 20 часов 30 минут по амурскому времени. Из-за амурской столицы самолет будет вылетать в 6.30 утра. Продажа авиабилетов уже открыта. Сейчас добраться до Хабаровска самолетом амурчане могут по субботам с авиакомпанией «Якутия». Федеральный бюджет выделит деньги на подготовку зоны затопления Нижнебурейской АГЭС. Об этом нашему корреспонденту сообщили на экологическом форуме ОНФ в Иркутске. Напомню, амурские власти опасаются, что если станцию не введут в эксплуатацию в этом году, область потеряет 800 миллионов налогов от объекта. Поэтому регион сделал послабление. Компания «Русгидра» снизил ставку налога на прибыль. Льгота превысила 100 миллионов. На затопление ложа необходимо больше миллиарда. Депутаты накануне обратились за помощью к полупреду Юрию Трутневу. А руководитель Федерального агентства водных ресурсов сообщила, что деньги из федерального бюджета будут. Мероприятия по подготовке зоны затопления Нижнебурейской АГЭС не финансируются по одной простой причине, что единственным заказчиком этого проекта является компания «Русгидра». У нас есть общие нормы, и в случае, если предполагается федеральное финансирование, оно должно закладываться на стадии проектирования, когда определяются инвесторы по проекту. Сегодня эта ситуация стала достоянием общественности. Правительством РФ и полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе был проведен ряд совещаний, на которых принято решение о содействии в выделении финансовой помощи Амурской области определенного объема финансирования. В ближайшее время около 105 миллионов рублей мы передаем через Министерство финансов РФ на решение этих задач. Также на форуме местным жителям посоветовали контролировать ход работ по очистке зоны затопления. Без подготовки ложа территория получит дополнительный источник органических веществ. Вода будет некачественной, ее нельзя будет использовать. Рыбы тоже, скорее всего, будет мало. По мнению специалистов, проконтролировать, как сделана работа, можно с помощью общественных слушаний. 300 миллионов рублей выделит фонд содействия реформированию ЖКХ на ремонт котельной в Тынде. Она отапливает практически весь город и давно нуждается в реконструкции. Северную столицу области посетил гендиректор госкорпорации Константин Цицын. Он вручил губернатору региона необходимые документы на софинансирование объекта. И также привез с собой табличку для второго в Преамурье дома образцового содержания. Где ее повесили, знает Наталья Шепелева. Табличка на фасаде, как медаль на груди, говорят жильцы старенькой пятиэтажки. За свои 30 лет их дом впервые стал примером для всего Преамурья. Детскую площадку сделали, двор украшает, дом управшина, или старший дом, как поточнее выразится, активность проявляет. Различные зверюшки, черепахи, ежики, крокодилы, лягушки, зайцы, грибы. Да, но это не детская площадка, это просто для души. К нам приходят дети с других дворов. И точно так же играют вместе с нашими детьми. Только, естественно, мы не разрешаем здесь им пакостить, все бомбить. Если не получается выскочить, а я живу на четвертом этаже, то я работаю с окном. Ору через окно, меня знают хорошо. Таких образцовых в области всего два, а в России чуть больше 20. Дом по улице Комсомольская, 7, рекомендовали наградить местные власти. Этот дом, в нем 98% собираемость, в нем хороший управдом. Женщина живет в этом доме уже со дня его постройки. Были времена, когда в доме было и холодно, и с водой были проблемы. Сегодня эти все проблемы решены. В подарок от города и области сертификаты на 100 тысяч рублей. Для свободного остро стоит другой житейский вопрос. Брачный фонд в городе – один из самых больших в области. За последние 6 лет новоселье по программе переселения справили около 650 семей. У нас есть регионы, которые, я бы сказал так, не до конца заявили то аварийное жилье, которое есть на самом деле. Аморская область пошла другим путем и заявила практически все, что, ну, скажем, все, наверное, то, что находилось вот до этого срока. Это очень большая цифра, это почти 400 тысяч квадратных метров. И, конечно, исполнить такую программу за 4 года очень сложно. И есть определенные отставания, есть определенные недофинансирования. При содействии фонда реформирования ЖКХ в Приамуре расселили более 2000 аварийных домов, построили 70 многоквартирных. В них заехали больше 5000 жителей. В ближайшее время почти 250 миллионов рублей пойдут, в том числе, на достройку домов в Свободном. Это большие деньги, это суммы больше 14 миллиардов рублей. И мы знаем, что это почти половина нашего годового бюджета. Исходя из тех наших возможностей, которые мы сегодня можем себе позволить, мы идем целенаправленно к этой цели. Также фонд профинансирует ремонт проблемной котельной в Тынде. Госкорпорация выделит 60% средств, а это 300 миллионов рублей. Еще около 120 миллионов добавит администрация города. Такую же сумму заплатит организация, которая после ремонта будет управлять коммунальным имуществом. В результате реализации проекта повышается энергоэффективность работы котельной, снижаются удельные расходы топлива и электроэнергии. То есть снижение затрат? Снижение затрат. Снижение затрат – это значит снижение тарифов? Это снижение тарифов с уменьшением непроизводственных расходов. Котельная отапливает практически весь город. Долгое время она находилась в собственности РЖД. После долгих переговоров ветхое имущество передали городу. График ремонта котельной уже утвержден. Наталья Шепелева, Альфа-Новости. Контрольно-счетная палата Амурской области нашла нарушение при строительстве спортивного комплекса с бассейном в Свободном. Его должны были сдать в эксплуатацию еще в мае 2015 года, но здание до сих пор не достроено. На последней сессии отчет КСП выслушали депутаты. Почему они заспорили о том, стоит ли направлять материалы в прокуратуру и с какой стати вспомнили о горнолыжной базе в Натальи, нам знает наш корреспондент. Прежде чем здесь заплещется вода, воды утечет немало. Это последние фотографии спорткомплекса с бассейном, который в Свободном должны были достроить в мае прошлого года. Здесь разместят спортивные залы и два бассейна для взрослых и лягушатник. Стоимость объекта – 310 миллионов рублей. Федеральный бюджет перечислил на эту стройку обещанные 176 миллионов. Область и город свои финансовые обязательства выполнили далеко не полностью. На завершение строительства в сумме они должны были выделить еще 100 миллионов рублей. Контрольно-счетная палата области в заключении на проект областного бюджета на 2016 год обращала внимание на неисполнение обязательств по софинансированию объекта в 2015 году со стороны областного бюджета и отсутствие предусмотренных средств на софинансирование строительства в 2016 году, что приводит к проблеме незавершения строительства, а также возможности применения к субъекту мер ответственности, в том числе применение бюджетной меры принуждения в соответствии со статьей 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Контрольно-счетная палата нашла и другие нарушения. Заказчик платил подрядчику непредусмотренные авансы, и стоимость выполненных работ, по данным КСП, была завышена примерно на 1 миллион. Аудиторы внесли 4 представления в адрес Свободненской администрации, отдела по физкультуре и спорту и Центра спортивной подготовки, а также Минспорта Амурской области. Материалы проверки контрольный орган направил в прокуратуру, областные власти заверяют. Нарушения, выявленные КСП, сейчас пытаются устранять. Соглашения с Минспорта России хотят привести в соответствие с реальными затратами. Первый этап работ завершат уже в апреле, а дальше надежда на спонсора, который не пожалеет для свободнинцев 100 миллионов рублей. Что касается большого бассейна, вторую очередь строительства, то в настоящее время изыскивается возможность привлечения вне бюджетного источника. Мы понимаем состояние бюджета всех уровней. Переговоры ведутся с компаниями группы «Газпром». Поэтому на сегодня вопрос до конца не решен, но тем не менее он в высокой стадии проработки. Депутат Станислав Горянский усомнился, что проблема решится таким путем, и напомнил о горнолыжной базе в Наталино. На нее «Транснефт» перечисляла три десятка миллионов. Но горнолыжку так и не достроили. Александр Александрович Козлов, губернатор, информировал депутатов, нас в том числе, что идет разговор с Севуром, что они, возможно, возьмут его на завершение строительства. Но до сих пор этот вопрос не решен. И я боюсь, что он не будет решен. В любом случае деньги, даже если спонсорские пойдут, они должны идти через бюджет. А не как по Наталино, 38 миллионов прошло, и сегодня прокуратура руками разводит, сегодня задал вопрос, ответа не получил. Никто ничего не может сделать. Где 38 миллионов? Кто ответит? Депутаты заспорили, направлять ли информацию о финансовых нарушениях в прокуратуру. Слово взял спикер. Самая большая фраза, которая меня здесь напрягает, это для принятия мер прокурорского реагирования. Что под этим подразумевается? То есть сейчас будет вынесено представление прокурора в отношении одного бюджета и второго, который обяжет в безусловном порядке эти деньги изыскать. Я хорошо знаю бюджет города свободного, а изыскать сейчас там даже 2-3 миллиона, это сложность, а изыскать ту сумму как бы. Поэтому я предлагаю все-таки, давайте этот пункт исключим, дадим время до 1 апреля, а 1 апреля вернемся, будем держать на депутатском контроле этот вопрос. В итоге депутаты во мнениях разошлись и так и не приняли информацию к сведению. Видимо, парламентарии подождут 1 апреля, когда обещают достроить хотя бы часть здания. А сколько времени ждать вводных процедур, придется свободницам, сказать пока не может никто. Ирина Стругачева, Анна Краснобаева, Степан Юдинцев, Альфа Новости. И время назвать самые читаемые за неделю новости на сайте Амур.Инфо. Итак, самой популярной стала новость о поздравительном баннере. Его выставили в одном из ТРЦ Благовещенска к 23 февраля. На баннере перевернутый российский флаг, немецкие танки и самолеты. Это поздравление амурчане бурно обсуждали не только на сайте, но и в соцсетях. На следующий день администрация торгового центра за такой конфуз извинилась, цитирую, «сработал субъективный фактор и исполнительская неграмотность». И эта новость стала второй по популярности. И третье сообщение в рейтинге о гибели в ДТП мэра Шимановска Николая Донцова и его водителя недорожник мэра и легковой автомобиль столкнулись на Свободненской трассе. Учредитель Московской Академии предпринимательства решает вопрос о выдаче официальных дипломов студентам ВУЗа. Об этом сообщили в Благовещенском филиале учебного заведения. Пока никаких решений не принято. Напомню, на прошлой неделе Рособорнадзор лишил Московскую Академию предпринимательства государственной аккредитации. Это решение распространяется на все филиалы ВУЗа. В случае приостановления или лишения действия госаккредитации ВУЗ по-прежнему может вести образовательную деятельность, но при этом выдавать дипломы только собственного образца, а не установленного Миноборнауки России. Юноши, обучающиеся на неаккредитованных специальностях, лишаются отсрочки от службы в армии. Сейчас руководство ВУЗа пытается решить проблему. Директор филиала находится в Москве. В приюте для животных остров спасения строят новые вольеры для собак. На это потратят муниципальный грант – 200 тысяч рублей. На эту сумму возведут 10 вольеров. Из-за строительства питомцам пришлось пока потесниться. Сейчас в приюте около 300 кошек и собак. В новых вольерах будут жить больные животные, щенки, нестерилизованные собаки и другие. Купить еду и лекарства на деньги гранта нельзя, поэтому любители животных вновь призывают горожан помочь бездомным братьям нашим меньшим. Денег никогда нет, потому что приюс существует на пожертвования, добровольные пожертвования горожан, волонтеров, самих учредителей, работников, кто в приюте. Постоянные проблемы со светом, с лекарствами, с кормом. Мы регулярно проводим акции, просим. Может быть, это как бы, ну, горожанам слишком часто это, да, но это необходимо, потому что кушать хочется животным всегда. 27 и 28 февраля всех неравнодушных ждут в городском парке. С 12 до 18 часов туда можно приносить корма, крупы, лекарства или деньги. Их также можно перевести на счет. Реквизиты есть на сайте Амур-Инфо. Народное казачье гуляние покажут в городском Доме культуры. Там состоится первый совместный концерт двух вокальных ансамблей. Крыница и казачья песня покажут театрализованные представления. Наталья Алексеевичу расскажет, как артисты готовятся к концерту. Черноморочка моя, напои молоконя. Черноморочка моя, напои молоконя. Ой, рай ты, да рай, напои молоконя. Ой, рай ты, да рай, напои молоконя. В станицу, где живут крынычники, приезжают в гости соседи. Ансамбль «Казачья песня». И начинается гуляние и казачий перепев. В Доме культуры решили сделать не просто концерт, театрализованное представление. Три, три, два, три, четыре, два. Я ставлю толчок и для вас. Обязательно с ним в долю. И вот даже вот это делайте, даже делайте право на верху обуви. Стопните, вот, да. Давайте еще тройки пришли. Все должно быть, как на настоящем казачьем гулянии. Песня лирическая, грустная или веселая, залихватская, как в жизни, где есть место миру и войне, горе и радости. Поем все и медленные, и быстрые, но только одни казачьи песни. Меняются и по темпу, ритму они меняются, ансамбли. Но все это мы сделали в игровой форме. В общем-то, получается, как получилось у нас, как моноспектакль. Станица отдыхает, душа казака поет, поет и всегда поет. Дуэт двух ансамблей состоится впервые. Для совместного выступления подготовили несколько новых номеров. Благо, руководителю ансамблей один. Владимир Калашников и в городском доме культуры с казачьей песней работает, и в село Садовое в филиал. Крыницам на репетиции ездят. Каждый коллектив имеет свой репертуар. Существует более трех лет. И, ну, с удовольствием люди поют, занимаются творчеством. Вот мы решили сделать совместный концерт. Основу репертуара двух коллективов – русские и украинские казачьи песни. Они часто выступают на сельских и городских праздниках. Летом в городском парке и на набережной можно нередко услышать их голоса. А 27 февраля станичники споют более 20 песен. Концерт состоится в городском доме культуры в 16 часов. Наталья Овсичук, Кирилл Захаров, Альфа-Новости. Предстоящие выходные будут насыщенными. В субботу в Верхнеблаговещенском пройдет открытый чемпионат города – любительская авторалли. Старт на озере Монуменском в 11 утра. В это же время маленьких зрителей ждут в Театре кукол в программе спектакль «Золушка». В 16 часов в городском доме культуры начнется концерт «Душа казака», а в 18 в общественно-культурном центре покажут спектакль «Сотворившее чудо». Воскресенье также начнется со спорта. В 10 утра на стадионе Амур соревнования по легкой атлетике. А в спортзале «Зинамо» финал первенства Благовещенска по волейболу среди ветеранов. Через час трудовые коллективы на Втором Владимировском озере будут участвовать в спартакиаде по лыжным гонкам. А детей в 11 ждут в областной детской библиотеке на библиоквест «Солдатские сказки». На сегодня это все. Спасибо за внимание. Желаем вам хорошо провести выходные. До встречи.